здравствуйте сегодня мы гуляем по пляжу и попутно решили сделать практическую работу определяемся по солнцу ищем наши координаты я андрей попович и ира мой вдохновитель и муза у нас есть секстан и часы детали мы позже обсудим начнем с обычного первого вопроса от лени зачем все есть спутники летают америка добрая gps в каждом утюге больше двух десятков лет устойчиво работает и становится все лучше и лучше все привыкли приспособились как работает черная букашка ползет по цветной карте посмотрел и определился так и работает про необходимость 2 независимые навигационные системы на судне говорить не буду хотя этот год жжет неожиданными катаклизмами мало нам к вида в этом году летом нас посетил совершенно уникальный по высоте волны тайфун а пару недель назад ледяной шторм кто бы мог подумать что обледнение от дождя вызовет катастрофу мост на остров русский до сих пор нерабочем состоянии остров отрезан сегодня работал на лодке регулярно с верхних ферм во висковольтной опоры токаревской кошки ведущей электричество на русский срываются здоровенные куски льда грохот облака светящихся на солнце льдинок никогда такого не было и вот теперь постоянно происходит но нет страшилками нас не запугать для меня традиционная навигация скорее такой вариант исторической реконструкции попытки попрыгать на воле без постоянных костылей современной цивилизации на островах тихого океана уважающий себя абориген запросто разожжет огонь трением двух палочек мало того он обучит этому любого белого человека за несколько минут но если не знать как это делается и у вас нет спичек вы реально останетесь без огня опыт здесь важен так что выступлю в роли этого аборигена я уверен что капитаны до спутниковых времен большинстве своем не задумывались в процессе навигации они доставали секстан хронометр альманах и главную бумажку на которой было написано последовательность действий после выполнения последнего пункта можно было с чувством выполненного долга записать координаты в журнал и положить все на место обучение тоже не занимало много времени как писал джек лондон в своей книге путешествие на снарке один раз я провел все послеобеденное время у штурвала праве одной рукой а другой делая вычисления по таблице логарифмов другие два вечера по два часа каждый вечер я изучал общую теорию навигации и в частности процесс взятия меридиональной высоты потом я взял секстан ввел поправку по индексу и определил высоту солнца дальнейшие вычисления были просто детской игрой так что мы сегодня действуем именно в таком традиционном стиле 19 века на пальцах с минимумом теории и вычислений у нас есть секстан часы и альманах мы не будем сегодня говорить об аварийных вариантах где не хватает 1 2 или всех этих составляющих хотя такие варианты есть и не будем детально разбираться с секстаном теории тоже не будет если вдруг после выполнения этой практической работы захочется разобраться в этих чудесах подробней обращайтесь голосуйте лайками и подписками как это сейчас принято сделаем пока цель показать фокус полуденное измерение высоты солнца самый древний способ определения координат мореходной астрономии и успешно используется до сих пор смысл в том что нужно поймать момент местного полудня когда солнце находится на линии север-юг своей высшей дневной точке в этот момент нужно измерить его высоту и записать точное время высота определяет широту места время долготу проще не бывает с него и начнем заранее приношу извинения профессионалам штурманского дела за неточности и упрощения а также их сменам поклоняющимся gps у и духу его на виониксу если мои слова и действия нечаянно принесут им невыносимые страдания итак наш штурманский алгоритм та самая бумажка капитана на сегодня первое мы не знаем где мы точно находимся но примерно знаем и мы можем выбрать точку с целыми числами градусов широты и долготы неподалеку пусть это будет 43 градуса северной широты и 132 градуса восточной долготы эта точка находится в уссурийском заливе в нескольких милях от владивостока второе сегодня 1 декабря 2020 года нужно открыть альманах и взять оттуда время кульминации солнца другими словами время когда солнце проходит меридиан это то самое время когда она пересекает линию север-юг на нулевой долготе у меня тут есть все на выбор отечественный ежегодник за одиннадцатый год свежие носику алманак как видите разница в цифрах для этой даты невелика для полуденных наблюдений при крайней необходимости можно использовать лимонах любого года ошибка будет ну промахнетесь миль на 10-20 в случае зомби апокалипсиса это не критично везде меридиан гринвичские время соответственно тоже сразу выпишем и поправку уравнения времени для 0 часов и 12 в этот день потом пригодится итак время кульминации 11 часов 49 минут поправка времени в 0 часов 10 минут 59 секунд в 12 часов 10 минут 48 секунд третье теперь нам нужно определить когда солнце будет проходить меридиан 132 градус восточной долготы долгота в отличие от широты может быть выражена не только в цифрах углов но и временем земля-то вертится за час 15 градусов так что между гринвичским меридианом и нашим 132 градуса к востоку а также 8 часов 48 минут времени и кульминация солнца у нас наступит раньше на это время в 3 часа 0 одну минуту по гринвичу переведем в местное время плюс 10 часов и получим 13 часов 0 одну минуту мы получили время приблизительное запасом можно накинуть плюс-минус пару минут когда солнце будет проходить меридиан нашей точке теперь мы знаем когда нужно проводить измерение четвертый пункт теперь собственно о процессе измерений секстан угломерный инструмент и измеряет он угол между горизонтом и краем солнца этот угол у штурманов называется высотой работа с ним требует минимального опыта во всяком случае я проверял людям впервые вручается секстан после пары минут пояснений они начинают снимать высоты на лодке в море с неплохим качеством с погрешностью полученного места менее 10 миль мы должны провести три серии первую за 30-40 минут до кульминации 6-7 измерений примерно раз в минуту вторую несколько высот в районе кульминации и третью симметрично первые после кульминации тоже 6-7 измерений первая и третья серия нужны для определения долготы вторая широты места одной серии в районе кульминации обойтись не получается солнце зависает на этом участке на несколько минут и долготой будут большие ошибки в определении для каждого измерения записывается точное до секунды время и измеренная секстаном высота с точностью до десятых долей минуты удобнее работать вдвоем я секстаном сажаю нижний край солнца на горизонт и говорю хоп и разописывает время потом я диктую ей полученное измерение секстана но можно это делать и в одиночку в момент снятия высоты я начинаю считать секунды вслух обычно на счете 5 уже успеваешь положить секстан и посмотреть на часы дальше как обычно записываем время за вычетом посчитанного потом снимаем показания секстана вот он наш боевой результат пункт 5 обработка результатов начинаем с долготы все что мы будем делать дальше называется у американцев метод вильсона у нас я уверен он тоже был придуман и как-то называется но я просто не знаю метод позволяет учесть движение судна в процессе измерений а также изменение склонения солнца за это время причем простым графическим построением мы откладываем на графике нашу первую серию точки в кружочках и проводим через них прямую а b усредняя погрешность все это делается на глаз вторая серия будет использована для измерения широты и здесь она не нам не нужно третья серия также откладывается здесь же точки в треугольничках и тоже усредняется прямой линии сиди оба графика совмещены внизу две шкалы времени для восхода и захода точка пересечения и из нее опускаем перпендикулярно шкалы времени и находим разницу дельта т она получилась 58 минут теперь нужно посчитать поправочный вектор еф для этого нужно вычислить вектор движения лодки по линии север-юг за время дельта т в часах то есть 58 60 продвижение к северу будет считаться положительным к югу отрицательным в качестве примера если лодка идет на юг со скоростью 6 узлов курсом 210 вместо s нужно подставить минус 5 целых две десятых минут одна морская миля поскольку мы сегодня никуда не движемся то здесь у нас ноль формуле есть и часовое изменение склонения солнца со знаком минус мы берем его из альманаха результат 0,39 этот вектор еф мы откладываем 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 его наверх и через точку f линию параллельную сиди точка h пересечения же f и а б опускаем перпендикуляр из аж и считаем среднее время так что время ла точка полдня у нас получилось 13 часов 00 минут и 28 секунд вот местный полдень у нас есть так местный полдень получился 13 часов 00 минут и 28 секунд почтем поправку из уравнения времени поскольку наш полдень происходит около 3 часов гринвича то нам нужно сделать интерполяцию поправка времени с 0 до 12 часов уменьшается на 11 секунд то есть для трех часов это 11 часов разделить на 4 3 секунды поправка времени для трех часов гринвича 10 минут 56 секунд теперь нам остается вычислить нашу долготу которую мы намерили для этого мы берем 8 часов 48 минут и 36 секунд это мы уже помним что это 132 градуса 36 секунд 36 секунд 36 секунд 9 минут 9 минут 9 минут вот она наша долгота следующий пункт 7 теперь используем вторую серию наших наблюдений для определения широты если бы горизонт был хорош мы бы использовали максимально полученное значение высоты но была дымка с большим разбросом результатов в таких случаях я обычно использую минимальную высоту в районе времени местного полдня это 24 градуса 48 с половиной минут исправляем наш результат получаем 24 градуса 59 и одна десятая минуты взятая сальмонаха склонение солнца для трех часов гринвича южная 21 градус и 51 и две десятых минуты часовое изменение склонения 0,4 угловой минуты со знаком минус так что наша минута времени она заметно не меняет табличную величину склонения но в общем случае поправка добавляется с помощью таблицы интерполяции или расчетом теперь определяем широту добавляем склонение со знаком к нашей измериловки и отнимаем то что получилось из 90 градусов в результате мы получили широту 43 градуса 9,7 минуты теперь смотрим что у нас вышло на карте точка находится в море мы измерялись на пляже лазурного берега на шаморе ошибка меньше трех морских миль вполне себе результат несмотря на горизонт в дымке поздравляю всех кто дошел до конца фокус удался мы получили широту и долготу во время полуденных наблюдений солнца так называемый нун сайт потратив всего около часа на измериловку и еще минут 15 на обработку результатов метод вильсона довольно прост и хорошо запоминается так что вполне подходит как дублирующая навигационная система можно относиться к традиционной навигации как угодно у каждого века есть свое средневековье и похоже все мы в него конкретно вляпались заметная часть населения придерживается теории плоской земли а то на экране смартфона она точно плоская я постоянно использую спутниковую навигацию считаю что она кардинально упростила жизнь моряка и сделала навигацию действительно детской игрой на секстан я тоже регулярно достаю из ящика особенно в больших походах на тот случай когда игра может неожиданно стать взрослой потренировать мозги ну и поддержать бессмертные слова джека лондона самый средний моряк кажется профану пророком какого-то таинственного культа и секстан его вечный символ жду вопросов и предложений по развитию темы не забывайте про лайки комментарии подписки и колокольчики да еще интересно ваше мнение на канале запущен чатик для общения я сделаю там опрос по поводу подобных материалов нужны ли они вам и о чем хотелось бы поговорить дальше всем ясного неба и чистого горизонта